Правозащитник Олег Орлов и издание «Медиазона» признаны иностранными агентами. Штабы Навального признаны экстремистской организацией, и их деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Я думала, что мы все успеем уехать, и Саша в том числе, он выполняет указания, которые ему спускаются сверху. Он так и сказал, это дело не зависит от того, что я накопаю, а то, что мне скажут. Но, к сожалению, по нашим законам, отвод Демяшевой может сделать только сама Демяшева. Это же как бы не в судье дело, это дело в нашем государстве. Саша продолжает оставаться в СИЗО, так как она все еще знакомится с материалами дела. У нее 60 томов на 5 ценников. Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы, его ведущие. Я журналист Зоя Светова. И я журналист Вера Черещева. И сегодня мы будем говорить о Саше Скочеленко, о политической заключенной, которая признана в России, и, по-моему, Amnesty International тоже признана политической заключенной. Саша Скочеленко художник, музыкант, известная активистка. 16 ноября 2023 года Саша была приговорена Василия Островским судом Санкт-Петербурга к 7 годам колонии общего режима по печально известной статье о фейках в отношении вооруженных сил по мотивам политической ненависти и вражды. Что же сделала Саша Скочеленко? А Саша была задержана в апреле 2022 года после доноса одной из посетительниц магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге. И вот эта женщина якобы увидела, как Саша заменила ценники в магазине «Перекресток» на маленькие антивоенные листовки. И на этих листовках была написана информация о действиях российской армии, которую Минобороны России считает несоответствующей действительностью. И сегодня наша гостья Надежда Скочеленко, мама Саши. Надежда, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Спасибо, что пригласили меня побеседовать. Да, Надежда. Вот первый мой вопрос такой очень банальный, очень простой. Это всегда журналисты спрашивают. Как вы узнали об аресте Саши? И, как обычно говорят, да, ваша жизнь с этого момента, наверное, разделилась на до и после. И можете нам рассказать, как ваша жизнь поменялась с тех пор? На самом деле, когда я узнала, что Сашу... Её же сначала не арестовали, и её задержали просто у друга в квартире. И поехали к ней домой, где она проживала, потому что она уже проживала отдельно от меня. Вот. И они поехали к ней с обыском. Но дело в том, что я даже не подразумевала, что это будет уголовное дело. И как я верила в административное дело, как обычно их задержали, они побыли на Захаревской, административное дело им завели, и потом отпустили. То есть, и тем более мы же не знали, что она сделала вот замену ценников на вот эти вот извещения. И единственное, что когда, конечно, мне сказали, что Сашу задержали, и лучше дома не ночевать, собрать документы и уйти, я поняла, что это уже что-то более серьёзное. И, конечно, это был шок, который... Ну, я просто не могла поверить, что это будет уголовное дело, которое выльется теперь, вот как мы все видим, в семь лет. Это невозможно было представить. И жизнь моя, к сожалению, как бы так менялась сама по себе. Такое ощущение, что она менялась просто без моего участия. То есть, я когда продолжала жить, думать о том, что завтра, послезавтра, со следующего суда это всё кончится, что-то изменится, что никакого поступка, преступления она не сделала, что это сейчас всё обнаружится, что человек как бы объявил о том, что надо завершить военные действия. Я не могла себе представить, что человек за это может нести какую-то уголовную ответственность. И я постепенно, день за днём, ну, просто я не могла... Ну, я продолжала в это не верить. Ну, и потом, когда... Ну, я не знаю, вот, наверное, больше, чем полгода прошло, когда вот, ну, действительно, я поняла, что Саша продолжает там оставаться, и они действительно хотят посадить человека самым настоящим образом, чтобы она несла уголовную такую вот ответственность, как будто она настоящий преступник, но она не сделала ничего, никто не пострадал, но тем не менее, вот, получилось вот так. И, ну, изменилось только то, что я уехала из России. А почему вы уехали, если можете ответить на этот вопрос? На самом деле, после начала... Я себя почувствовала ужасно. Ну, то есть, ужасно, что началась... Но потом я пришла в ужас от того, что вокруг стала происходить вот эта вот поддержка режима. Ну, то есть, у меня не было очень много знакомых, но случайные люди, которые оправдывали вот это всё, что это всё, и как бы так вот и продолжается. И, ну, и потом вокруг я поняла, что я даже ни с кем не могу общаться или говорить. Ну, то есть, в общем, в общем, я стала собираться уезжать. Я думала, что мы все успеем уехать, и Саша в том числе. Ну, как бы, ну, мне просто как бы дети сказали, что, наверное, тебе надо уехать первой. Ну, как говорится, да, отправить, а мы уже как-нибудь уедем. Вот, и у меня уже была виза на руках готовая, когда Сашу арестовали. Да, и, в общем-то, я когда сходила на допрос к следователю, и я у него спросила, что будет ли он меня вызывать ещё. Ну, я не стала говорить, что я собираюсь уезжать. Мне просто было важно узнать, что дальше будет происходить. И он мне открыто сказал, что он совершенно не может мне ничего говорить, потому что он выполняет указания, которые ему спускаются сверху. Он так и сказал, это дело не зависит от того, что я накопаю, а то, что мне скажут. И это было и Саше сказано. Вот, ну, в общем, тогда я поняла, что я вообще ничего не могу повлиять, но могу стать таким, знаете, речевом давления, как мы знаем, да, органы делают такие вещи, когда могут надавить через близкого родственника или, например, Саше предъявить то, что там твои родственники вот то-то и так-то плохо тебе говорят или не поддерживают твой поступок. Это тоже важно для человека, который невиновно сидит в тюрьме. И, в общем, я решила, что если я уеду, и, в общем-то, и Саше будет спокойнее, что, ну, грубо говоря, развязанные руки, она как бы отвечает за себя саму, и ей не надо волноваться, что это что-то со мной может быть связано. Ну, в общем, вот такие вот. Я, конечно, много думала, и у меня были разные мысли. Ну, в общем, я не стала менять планов, и Саша, конечно, потом писала, что она, ну, она со мной полностью согласна, она рада, что я в безопасности. Ну, и потом, конечно, когда я стала смотреть, что происходит в судах, мне кажется, я бы не смогла выдержать, и я бы судье, ну, просто высказала все свои мысли по этому поводу, потому что я тоже такой человек, что мне очень трудно сдержаться вот это все. Понятно. То есть Саша и вы, вы не хотели, в общем-то, быть заложником, да, таким, на котором могли давить, и на Сашу могли давить через вас. Ну, короче, это понятно, да, это так очень часто бывает. Да, к сожалению, такие методы мы знаем. И мы же знаем, как в 30-е годы люди писали даже официальный отказ от своих родственников. Конечно, сейчас не 30-е годы. Я не хочу сравниваться, да, вот с тем страшным периодом. Еще у нас такого нет. Но я же помню, как это все имело место, что человек писал отказ от своих родных, и он как бы мог быть ответственным только за себя. Да, и мы же знаем, как вот других людей пытают при задержании, при всем. Они даже пытают тем, что мы сейчас пойдем там к твоей жене, к твоей маме. То есть остаются вот эти заложники. И, конечно, человек под такими пытками может говорить все, что угодно. И мы знаем Зариму Мусаеву, которая вообще в заложниках осталась, да, вот только потому, что она мать активистов. То есть вот она сидит. В общем, все вот это вот. Ну, как бы честных методов нет, и поэтому ждать от них вот. И когда мне тем более сказали, что все это сверху, что придумают, то говорят, откуда я знаю, что они придумают сверху. Поэтому, вы знаете, это, как говорится, всем спокойнее, что я в безопасном месте нахожусь. И здесь я могу говорить и о Саше, и о других политзаключенных, и вот беседовать с тем, и как-то информацию эту продвигать. В общем-то, я стараюсь говорить об этом везде, где возможно. Надежда, а расскажите нам, пожалуйста, вот о Саше. Как вообще вы ее воспитывали? Потому что мы, да, мы, кто не знал ее, когда она еще была на свободе, и кого она не знала, мы ее, да, мы читаем ее интервью, мы говорим с ее адвокатами про условия содержания, мы пишем ей письма. Но, тем не менее, выяснили с самого начала ее жизненного пути, ее жизни. Мы знаем многие ее как человека, крайне многоодаренного, точнее даже. Она и музыкант, и художник, и уже ей, по-моему, сейчас 33 года, если я не ошибаюсь. У нее два высших образования, и она действительно такая многосторонняя. Она поменяла много профессий, занятий, она все время в поиске. А как вы ее воспитывали? Как вообще воспитать вот такого человека одаренного? Ну, вы знаете, тут как бы такой совет, главное, не мешать. Ну, то есть когда-то я прочитала, что каждый ребенок рождается с одинаковым набором каких-то талантов, ну, может быть, только гении, да, исключение. А так у него и к рисованию, и к музыке, у него все это есть. Просто вот, что мы будем развивать, то у него и завьется. А если предоставить такую, знаете, некоторую свободу, ребенок сначала как бы находит, что ему нравится. Потом он этим начинает заниматься. И постепенно развивается сам. Мне кажется, дети, вот их просто надо слушать больше, что они, куда они сами как бы, что они делают. И помогать им в этом, ну, просто, как говорится, не мешать особенно. Вот. Ну, что касается музыки, вот для Саши самое главное – это музыка, конечно. И потому что ей было даже 4 года, она уже хотела, чтобы мы ей купили пианино. Вот. Ну, единственное, что я могу сказать, что она не посещала детский сад по здоровью. Ей нельзя было. И она очень мало посещала школу. И мне кажется, это тоже, знаете, такой вот такой отпечаток. У нас же детские сады и школы, они уравнивают всех детей. Им как бы вот яркие личности. Очень тяжело с яркими личностями. И мне кажется, установка все равно это всегда была, даже когда я училась в школе. Вот все должны быть одинаковыми. Все. Если этот человек как-то отличается от других, то его старались все равно направить, вот, чтобы он на служение государству был, мне кажется. Ну, такой вот послушный все равно он был, если он имеет авторитет в классе или влияние на других людей. Но он должен влиять с помощью, вот, как, ну, так, как вот такой посредник между государствами и людьми. А люди, которые яркие и выделяющиеся от других людей, они же могут за собой повезти других людей. И такие люди опасны. Вольнодумство это все. И вот это все, это все не нравится. И когда человек мало посещает вот эти вот места, он развивается так, как ему нравится, мне кажется, все равно. Вот, ну, я сама такой человек, мне тоже все в жизни интересно. Я меняла тоже разные работы. Но это потом, когда уже Саша выросла. А на экстерном, экстерном училась, да, больше, получается? Нет, она больше училась. У нас было домашнее обучение. Ну, просто, да, просто она очень много пропускала. И она просто дома это все наверстывала. Потом мы ходили там, сдавали какие-то определенные контрольные работы, когда нам надо было. Вот, нам пришлось, да, менять три школы, потому что, к сожалению, в школах тоже не готовы таких детей брать, которые пропускают, например, или там за которых заступаются даже родители. Это я вам могу сказать. Если я, например, видела у меня какое-то отношение к ребенку, я могла прийти и говорить, что я не согласна, и давайте вот решим эту проблему. Это тоже мне не очень нравится. И, в общем, учителя, они тоже своеобразные. Каждая школа готова. Надежда, а вот скажите, пожалуйста, вот несмотря на то, что вы уехали, вы, конечно, следили за судебным процессом, вы разговаривали с адвокатами. И вот мы, журналисты, и вообще все люди, которые интересовались Сашину судьбой, интересовались этим судебным процессом, который шел практически год. Очень редко были заседания. Уже под конец, я так понимаю, что судья вот эта Оксана Демяшева стала гнать этот процесс. Но было такое стойкое ощущение, что вот эта судья просто лично не взлюбила Сашу, потому что мы все читали о том, как вот эти многочасовые судебные заседания, которые были, и судья не разрешала перерывы устраиваться, когда Саша просила, не выпускала ее в туалет. Вот адвокаты зачитывали документы о Сашиных диагнозах медицинских, довольно серьезных, и на судью это не производило никакого впечатления. Как, по-вашему, почему было такое отношение у судьи к Саше, и вообще как вы оцениваете этот судебный процесс? Ну, знаете, я как бы, да, наблюдала, во-первых, медиазона всегда, и вот спасибо, она вела утро такую письменную онлайн-трансляцию. Потом до заседания, когда можно было вести съемку, у нас на YouTube-канале один человек тоже выкладывает все вот эти, не только Сашины, вот эти вот трассляции были там, и многие другие дела. И да, я видела отношение и отношение судебных приставов, что там происходит, и как они обманным путем там ее в другие залы вводят, и чтобы вот эта группа поддержки как-то вот все время уходила, и чтобы Саша их не видела. Ну вот мне то, что происходит сейчас, для меня это было вот, наверное, нормально для такой судьи. Если ей говорят, что делать, то она и делает. Вот только это. И я вот всем говорю, что, вы знаете, вот ее вот какая-то там человечность или что, вот меня это меньше всего беспокоит. Меня беспокоит, что она именно нарушала законы. Не то, что она там злая, а то, что она не работала по законам, потому что у каждого человека на рабочем месте есть инструкция. Ты должен ее выполнять, ты расписываешься, что ты ознакомился с этой инструкцией, и от тебя требуется выполнение определенных правил. Сами же они зачитывали вот эти вот разные инструкции всех этих в магазине сотрудников. Но судья Демяшева, как ни странно, не выполнял свои вот самые прямые обязанности, и вплоть до того, что потом она ходила с конвоем из зала заседания, ну, уходила. Она уходила с конвойными. Чего она боялась, я не знаю, потому что группа поддержка там одни пацифисты, которые мухи не обидят. Чего же она переживала, я не знаю. Вот, но тем не менее, я не могу как бы дать вреде оценку. Я могу только сказать, что она выполняла определенные требования. Возможно, она этим хотела показать, что вот она очень подходит, как мы знаем, что она получила повышение, и что она вот настолько вот свирепая судья, что она вот подходит именно туда, куда ее хотят выдвинуться. Может быть, она должна быть такой. Может быть, ей сказали, вот ты должна показать себя вот, что ты безжалостная. Я не знаю, у меня ощущение просто, что человек выполнял чьи-то требования. То есть сам человек просто, ну как не выполнять? Ну как, вот попробуй врач не выполни требования. Попробуй вот водителя автобуса не выполни требования. То, что ты должен делать. Ну, когда судья не делает то, что он должен делать, для меня это просто непонятно вообще. Это так, водителю скажут, вот, поезжай и задави человека. Он же этого не сделает, потому что, ну как это? А здесь нет. Здесь вот она задавила человека вот в прямом смысле этого слова. И она, да, там приходили врачи, приходили эксперты, ей всё говорили, ей всё объясняли. И всё равно она вот делала такие вот совершенно... Мне невозможно объяснить вот это, потому что всё равно мы наделяем других людей какими-то своими качествами. Это естественно, что... И я каждый раз ждала что-то такое, что у человека проснётся там какая-то совесть или, ну, может быть, у неё её нет. Я не знаю. И наши группы поддержки, адвокаты, они выдвигали отвод судье, но, к сожалению, по нашим законам отвод Демяшева и может сделать только сама Демяшева, понимаете? Поэтому они насобирали очень много вот именно нарушений именно по закону. Не то, что они там, что она там в туалет не выпускала, а именно, да, что она, что она не соответствует судье. Но её не только не пожурили, как говорится. Её, наоборот, выдвинули и повысили. Так о чём мы говорим? Это же как бы не в судье дело. Это дело в нашем государстве. Вот и всё. Простите, я должна уточнить. Надежда сказала о медиазоне. Медиазона – это признано, насколько я помню, иностранным агентом. А кроме того, вы сказали, что судья выходила с конвоем. Наверное, не с конвоем всё-таки, а с охраной. Она, наверное, попросила себе государственную охрану, да. Ну, там приставы, конвойные. Я, честно говоря, ну, как бы я вижу вот эти вот люди. Это вот не та охрана, как раз гвардия, а просто те же самые лица, которые в коридоре там. Ну, как приставы они. Ну, да, ну, да. Приставы её охраняли от публики. Понятно. И они там с ней шли просто для такого. Да, да. Не конвой. Никто не конвоировал, но охраняли, в общем, её. Надежда, скажите, что сейчас вообще происходит с делом Саши, когда будут апелляции? И, конечно, главный вопрос, как она сейчас себя чувствует? Мы много читали, и она рассказывала про своё здоровье, про ряд проблем, целый ряд проблем. Как она сейчас вообще в СИЗО, и нам адвокат, один из её адвокатов, Юрий Новолодский, мы делали с ним из Зои несколько месяцев назад подкаст тоже, он обещал, что он обязательно добьётся какого-то существенного изменения в приговорах. Вот три вопросы. Что с Сашей сейчас, когда апелляция, и есть ли у вас какая-то надежда на эту апелляцию? Ну, Саша продолжает оставаться в СИЗО, так как она ещё всё ещё знакомится с материалами дела, у неё 60 томов на пять ценников, и так как, ну, это зависит ещё, знаете, от конвоирования, от машины, то есть вот могут её чаще возить или реже возить, это как бы не от неё зависит, да, это вот как её везут, и она знакомится в суде. Её везут в суде, в этой машине, ну, как обычный в суд. Она там сидит целый день, ознакомливается, расписывается. Она знакомится с делом после того, как с ним ознакомится судья Зимяшева. Судья, как сказала Саша, очень тщательно читает и знакомится со всеми, всё, что там написано. Когда закончится ознакомление, будет назначен день апелляции. К сожалению, не знаю даже на каком месте Саши её ознакомление, ну, больше середины, наверное, она прошла. С другой стороны, то, что она в СИЗО остаётся, ну, мне более спокойно, чем она, например, уже в колонии, а тем более на этапе, потому что здесь у неё налажены передачи, налажено питание безглютеновое через передачи, и всё-таки у неё здесь более-менее вот условия вот у двухместной камеры. Она знакома с конвойными, с сотрудниками СИЗО. Мы с ней переписываемся по всем письмам, то есть это тоже удобно. Когда после апелляции, в апелляции мне, сам суд мне не очень спокойно, потому что мы видим, что сейчас апелляции ужесточают наказание. Мы видим у Орлова после апелляции, ему дали реальный срок, хоть и два с половиной года, но ему выдали после штрафа, да. Потом было ужесточение у Лилии Чанышевой, и ещё там пересмотры были, я просто слежу за другими делами. И сказать, что апелляция кому-то, ну, было там на два месяца, ну, там годы у людей, да, из там два месяца, если, например, апелляция убрала ему эти два месяца, мы же понимаем, что это особо не играет роли. Ну, как бы, это не то, что надежда, это остаётся очень горячее желание, чтобы Саша была оправдана. Ну, или хотя бы по нашим временам, да, кто-то так пересмотрел, что она выйдет по сроку, который уже отсидела в СИЗО. Вот если уж они, ну, как говорится, кто туда попадает, тот, значит, должен что-то отсидеть всё равно, то есть оправдать. Сейчас никого не оправдывают они. Ну, вот такое вот у меня апелляция отношений. Да, вы сказали об Олеге Орлове, да, упомянули его, он тоже иностранный агент, а Лилия Чанышева, по-моему, нет. Но вот мой вопрос последний такой. Вот вы сказали в самом начале, что вы живёте сейчас за границей, и вы боретесь, да, за освобождение своей дочери, и не только за её освобождение. Я вижу, ну, по разным публикациям, что вы очень часто участвуете в мероприятиях, которые имеют отношение вообще к защите политзаключённых. И вот мне хочется вас спросить, а чувствуете ли вы, что на Западе вообще кого-то волнует тема российских политзаключённых? Есть ли какая-то надежда, что вот этот резонанс, что он может как-то помочь, поскольку ведь сейчас совершенно другие времена, это и не диссидентские времена, и даже это не двухтысячные, да, начало двухтысячных годов, когда всё-таки Запад мог как-то влиять, ведь Россия сейчас в такой изоляции находится. А на что вы надеетесь? Вот вы знаете, я вижу большой интерес за границей именно к тому, что происходит в России. И когда говорят, что этого нет, это неправда, потому что, ну, вот такое мелкое, да, что вот даже на вечерописием у нас приходит очень много граждан Франции, они пишут, люди, кто владеет французским, переводят эти письма, ну, для политзаключённых письма. Дело в том, что, понимаете, я такой человек, что мне важно, чтобы вот эта правда, то, что происходит, чтобы люди понимали, что Россия — это не Путин, это очень много людей, которые сопротивляются, потому что мы же говорим о том, что, ну, вот политзаключённых очень много, но чтобы узнать о политзаключённых, мы же понимаем, мы откуда берём информацию, мы берём информацию от людей, которые остаются в России. Это тоже очень большие группы людей, которые именно помогают политзаключённым. Мы не можем их называть, например, очень многих, да, по определённым причинам, что они являются противниками режима. Но я знаю очень много людей, мы же не здесь узнаём новости, мы узнаём именно новости от тех людей, которые остаются в России. И это тоже огромная группа людей, которые не Путин. И вот ради вот этих людей, я не знаю, мне кажется, вот надо говорить и продолжать, чтобы люди понимали. И на самом деле я ни разу не столкнулась с какой-то там фобией относительно себя. И даже в начале, когда я приехала, мне говорили, что вы не Путин, и это у вас там государство вот это всё делает. То есть к русским нет такого поголовного отношения, что мы все вот такие. Нет. И поэтому я буду говорить, несмотря ни на что. Может быть, действительно кто-то считает, что это глупо, сотрясение воздуха. Ну не знаю, я как бы ради того, что эти люди пожертвовали своей свободой, и не просто свободой, они теряют там здоровье, лучшие годы своей жизни. Ради того, что они высказали вот своё мнение, они не сделали ничего такого. Я буду говорить о них и везде. И как бы раз меня приглашают, значит, это не всё равно. Даже вот это было. То есть если вначале это было как-то непонятно, то сейчас очень много говорят о политзаключённых. Просто, ну, может быть, да, может быть, это не видно. Так вот, но здесь я вижу, что из нас происходит. И я как бы всех и призываю, что как бы, ну что, ну я буду говорить, ещё кто-то будет говорить. Когда нас будет много говорить, я просто слышала такую версию, что мы просто мало говорим здесь о политзаключённых, поэтому все об этом знают. Поэтому я буду... Всех призывать, говорить до бесконечности. Спасибо, это очень важно. Это очень важно, действительно. И особенно это важно, когда вы не просто человек, который, да, поддерживаете политзаключённых, а вы знаете на себе. У вас дочь сидит, и это ещё более как бы ценнее, если так можно сказать. Потому что, знаете, вот я как бы слежу за многими делами, за всеми я уже, уже я за всеми не могу следить. Когда-то там два года назад я ещё как-то там успевала что-то посмотреть. А теперь они просто идут таким потоком, просто страшно. Насколько людей мы не знаем, потом мы узнаём только уже во время приговора об этом человеке. Это тоже всё ужасно. Вот. И я просто беру чаще всего Сашу, потому что здесь я знаю все мелкие моменты и могу говорить, что это со всеми происходит, что это правда, что я не знаю у другого человека, да, что происходит. Я знаю про Марию Парьномаренко, вот, ну, как бы я с ней ближе немножко знакома и переписываюсь. Я знаю там Людмилу Разумову, я с ней переписываюсь, что-то могу сказать. Я знаю с других писем, от других людей, что они пишут. Я знаю, какие это люди и что они терпят. Постоянно в ШИЗО, в карцерах, просто ни за что. Полицептнёжённых очень сильно присунут в колониях, ну, как бы вот. После убийства Навального это просто реально вот они все в заложниках там находятся. Нам надо говорить как можно громче об этом и не ждать, пока это опять произойдёт с кем-то вот такой вот, грубо говоря, несчастный случай, как вот у нас наша администрация все считает. Вот. Не дожидаться таких страшных случаев, и мы знаем, что и при задержании сколько людей уже погибло. Поэтому, ну, как бы вся эта система, это ужасная система, что они делают с людьми. То есть вот просто здесь, в цивилизованном мире, они даже не могут представить вот люди, что это вообще возможно в наше время. Вот такое, что человеку могут выдать обувь на два размера меньше в колонии, что ему там не застёгнутую пуговицу, его могут отправить в карцер, в котором ему могут не давать одеяло зимой, и у них отбирают там вот это вот термобельё в минусовой температуре. И об этом надо всё время рассказывать. И они действительно ужасаются. Они ужасаются то, что у нас остаются пытки для людей. Для них это, ну, просто они с ужасом это всё слушают, но верят. Потому что я беру пример живых людей и показываю им эти примеры. И поэтому они понимают, что это я не придумала, что это всё на самом деле существует. И это как бы их убеждает в том, что люди всё равно, даже несмотря на вот эти все ужасы, продолжают говорить, что они против этого режима, продолжают ещё как-то говорить правду. Но все не могут говорить против режима, потому что это действительно вот такие ужасы приходится проходить людям. Надежда, спасибо вам большое за то великое дело, которое вы делаете. Защищается не только свою дочь, Сашу Скочеленко, но и других политзаключённых. Вы слушали наш подкаст. Это был очередной эпизод подкаста «Совещательная комната». Мы говорили с Надеждой Скочеленко, мамой Саши, Скочеленко-художницей, музыканта, которая была осуждена на 7 лет колонии за так называемые фейки. И говорили о Саше, о её творчестве, об уголовном деле, о совершенно беспрецедентном судебном процессе и о том, как сегодня все мы можем помочь политзаключённым. Мне кажется, что те, кто сейчас находятся в России, они могут помочь очень просто. Нужно политзаключённым, в том числе и Саше, писать письма. Людям в России мой низкий поклон, потому что без них, без всех политзаключённых, будет невозможно находиться ни в колониях, ни в СИЗО. Я просто вижу, как они помогают, и у них такие общества крепкие, это такие люди. Я просто им очень благодарна всем. Да, солидарность – это великая вещь. А вы, пожалуйста, дорогие наши слушатели, слушайте наш подкаст на Ютубе, в Эппл-подкаст и на других платформах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»